Добрый день, сегодня мы вам расскажем, как зарегистрировать компанию на хабр-карьере. Чаще всего рекрутеры приходят к нам искать сотрудников, и для того, чтобы разместить вакансию, нужно сначала зарегистрировать компанию. Также вы можете зарегистрировать компанию, чтобы развивать свой HR-бренд и не обязательно сразу же различать вакансии. В любом случае, нам сначала нужно зарегистрироваться или авторизоваться на ресурсе. Если у вас уже есть хабр-аккаунт, то есть вы ранее захотели к нам на хабр-карьеру или на другие хабр-ресурсы, вы выбираете авторизацию через хабр-аккаунт. Если вы у нас впервые, выбирайте кнопочку «Зарегистрироваться». В поле email, соответственно, вводим свой email, придумываем себе какой-нибудь никнейм любой, придумываем пароль, он должен быть достаточно большим, не менее 8 символов. Принимаем условия пользовательского соглашения и проходим к опчу. Далее подтверждение приходит к вам на почту. Подтверждение получено, адрес электронной почты успешно подтвержден, и мы перенаправляемся автоматически на страницу регистрации. Что здесь самое важное и где чаще всего при первой регистрации совершаются ошибки? Для того, чтобы зарегистрироваться на ресурсе, вы регистрируетесь как физическое лицо, как человек, как специалист. То есть это еще не регистрация компании. Особенность Хабберкарьеры в том, что она функционирует не как классический джоп-борд, где вы сначала регистрируете компанию, потом добавляете туда менеджеров и размещаете вакансии, допустим, или ищете по базе. Хабберкарьера – это еще и нетворкинг, то есть здесь есть элементы деловой и социальной сети, поэтому в любом случае для того, чтобы здесь находиться и быть кураторами компаний и участвовать в других проектов, вам нужно зарегистрироваться как специалист. Что для этого нужно сделать? Если у вас есть, допустим, профиль на ресурсе HeadHunter, вы можете поставить ссылочку на свое резюме и импортировать его оттуда, можете заполнить вручную. Мы сейчас заполним вручную необходимые поля и отдельно еще сейчас тоже по ним пройдемся, что там лучше писать. Вы можете использовать свои рабочие контакты, то есть не обязательно указывать личные, как вы сами считаете нужным, что для вас сейчас будет актуально при регистрации. Давайте придумаем что-нибудь. Забавно я себе придумаю имя, фамилия, поставим себе пол, поставим себе тату рождения, любую. Я нанимаю сотрудников. Поле специализации. Здесь вы указываете не специализацию тех специалистов, которых вы ищете, а свою. Соответственно, я HR, я ищу свою HR специализацию, и, допустим, я у нас менеджер по найму, а еще я, может быть, и директор по найму, потому что работаю в небольшой компании, совмещаю эти функции. Указываю свою специализацию. Я старший специалист. И могу указать профессиональные навыки. Опять же, также свои, как специалисты. Допустим, управление людьми, подбор специалистов. Ой, стратегическое мышление. Почему нет введения переговоров. Вот так вот. Нажимаю «Продолжить». Дальше мне предложит наш сервис заполнить свою текущую заработную плату. И это делается для того, чтобы мы потом поделились с вами зарплатными отчетами, которые вы можете использовать в своей работе. Ну, можете сначала не вводить. Давайте введем. Допустим, я такой старший менеджер по найму получаю 150 тысяч, ну, не знаю, и 100 тысяч премии. Просто для примера. Я работаю удаленно на полный день и хочу получать 180 тысяч. Я пока еще свою компанию не создала, поэтому я пока не указываю место работы. Я живу, допустим, в Санкт-Петербурге. Указываю свой телефон. Электронную почту здесь. Почему здесь у нас второе поле? Я зарегистрировалась на сервисе, и вы спрашиваете, ну, я же уже указала электронную почту. Зачем мне спрашивают ее второй раз? Это сделала специально, поскольку ваш профиль публичный. Вы можете при регистрации использовать свою личную почту. Здесь также можете указать ее, а можете, допустим, указать рабочую свою почту. И так, может быть, для вас будет приоритетнее и предпочтительнее. Ну, у меня такая же здесь будет почта. Можете указать ссылочку на мессенджер и, допустим, на любую соцсеть. Можете добавлять в соцсети, можете убирать в соцсети. Мы совершаем регистрацию. Вот я появилась. У меня появляется мой профиль. Здесь как раз указано моя фамилия и имя, моя специализация, мои зарплатные ожидания, мой статус. Я могу его поменять. Могу поставить, что я рассматриваю предложение или ищу работу, то есть нахожусь в активном поиске. Могу коротко о себе написать. Если я рекрутер, мне лучше написать, допустим, что я специализируюсь на поиске 1С-разработчиков, например, чтобы сразу, когда соискатели переходили ко мне на страницу, они видели бы эту информацию. Также здесь есть достаточно много еще полей, с которыми можно будет ознакомиться дополнительно в наших других мануалах. Есть некий такой момент геймификации, где мы показываем, насколько заполнен ваш профиль, то есть нужно добавить свой мессенджер, фотографию, и тогда получить стопроцентное вот это колечко. Дальше вот я зарегистрировалась, прошла первые шаги, указала свой опыт работы, свое образование и хочу зарегистрировать компанию. Когда компания еще не зарегистрирована на сервисе, вы ее можете сделать только из вот этой своей иконки профиля. Здесь есть предложение создать компанию. Создать компанию можно здесь. Если компания уже существует на нашем ресурсе, то она у вас подтягивается в опыт работы, и администратор может сделать вас куратором. То есть нужно знать, кто у вашей компании администратор, чтобы он добавил вас. Если вы впервые, то тогда мы идем создавать компанию. Зовем нашу компанию. Компания тестовые системы. Сайта у нее пока нет. Мы его только тестируем. Ах, нет, надо все-таки что-нибудь придумать. Здесь, конечно, вводите реальные данные, потому что мы сейчас тестируем, и наши модераторы обязательно в течение дня это проверят. И если вот здесь будет какое-то несоответствие или какая-то фейковая соответственная история, то, к сожалению, ваша компания модерацию не пройдет. Все. У нас получилась компания тестовой системы. Так выглядит у нас профиль компании, с которым уже дальше можно работать. Вы можете загрузить обложку, создать фотографию с логотипом, которая будет здесь отображаться, указать дополнительные сведения, специализацию, размер компании, поставить галочку об аккредитации и дополнить всю остальную информацию, которая здесь присутствует. Теперь, когда у вас зарегистрирована компания, вы можете размещать вакансии. Это можно сделать теперь из появившегося значка с вашей компанией, добавить к вакансию, а можно сделать из личного кабинета. О том, как разместить вакансию, мы расскажем вам в следующем видео. Всем спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...